здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня у меня в гостях по скайпу человек который расскажет скоро мое пока вступительное слово он расскажет во-первых представиться а во-вторых расскажет о приборе диагностическом очень интересном в общем суть такая предыстория мой помощник мне сказал что есть очень интересный прибор на него вышел вот человек представляет разработку одного института так сказать по выявлению доброкачественных и злокачественных опухолей у человека любого то есть для домашнего пользования да не медицинский прибор какой-то большой какая-то огромная так сказать аппарат который стоит центре а именно для домашнего пользования и любой человек имеющий компьютер там смартфон ноутбук сможет проверить нет ли у него а если есть он знает сможет наблюдать течение болезни если у него есть доброкачественные или злокачественные опухоли изначально прибор был разработан для выявления рака груди но потом дорабатывалась программа и вот собственно почему я решил записать это видео и представить вам и этого человека зовут его как вальков валерий константинович но и сделать интервью дело в том что эти приборы безусловно когда вот мы вчера пообщались очно а сегодня у нас вот по скайпу это запись я решил что конечно мы будем эти приборы представлять продавать потому что для людей это очень большая ценность почему сейчас поясню дело в том что бич современности вы знаете и во первых живете в этом мире во вторых с моих лекций насколько распространен сейчас рак разные формы виды рака ну и а уж что говорить про доброкачественные опухоли там миомы кисты фибромы фиброденомы полипы что но буквально у каждого второго третьего что-то да есть так вот чтобы не упустить момент чтобы но скажем так не потерять время но ведь многие люди согласитесь боятся ходить к врачам и ходят поздно и оттягивают а это страшно да для многих а вот дома измерить самому себе или там жена мужа муж жене всегда ну просто тем более прибором действительно пользоваться просто а вот насколько точно показывает он сейчас мы об этом поговорим и так значит перед вами наш гость старший научный сотрудник московского университета имени ломоносова кандидат технических наук валерий константинович добрый день добрый день ну расскажите пожалуйста кратко там о себе о приборе его ним небольшую историю и что он из себя представляет ну скажем так что над этим прибором задумались примерно 10 лет назад чтобы его разработать когда поставили задачу вот а как вообще индифицировать наличие какой-то опухоли злокачественной искать либо доброкачественной ну были разные моменты исследования знают что обычно это с помощью рентгена выявляют либо узи вот но мы знаем что все эти искать исследований они не безвредны для человека к сожалению вот узи разогревает ткани провоцирует наоборот опухоли вот а рентген понятно даст к это вообще губитель для человека и вот разработали такой прибор он ведь ему такой небольшой да вот он собственно у меня в руках который подключается к смартфону либо к компьютеру с windows к ноутбуку вот и позволяет определить так называемую биологическую активность что такое мы понимаем по словам биологическая активность это измерение проводимости биотканей то есть вот а проводимость биоткани она определяется нашими сказать вот параметрами клеточки с которой собственно все начинается если клетка что-то начинает не изменяться вот то это уже искать сигнал как правило рентген и узи это уже видят только структурные изменения наш прибор он видит самое начало когда наша иммунная система начинает чем-то бороться вот прибор это показывает это очень важно то ведь поскольку своевременная диагностика ранее она это залог успеха в лечении ну скажем так что данный прибор проходил апробацию клиники имени симашка под руководством профессора вельшера леонида зиновича это главный онколог ржд там обследовали больных до лечения после лечения во время лечения и прибор показался что он реально выявляет наличие сказать вот опухоли злокачественных но в том числе и доброкачественных ну по статистике скажем так определили что вот наши так называемая величина и близко активности номинальная величина это 1600 единиц вот отклонение больше там плюс минус 200 единиц говорит о том что есть какая-то опухоль как правило меньшую сторону это уже структурные изменения это доброкачественный там киста гематомы и так далее а вот начало как говорится злокачественного опухоли всегда сопровождается повышенными значениями вот это сказать при этом внешне вы можете не видеть что что-то изменяется да ну допустим у вас скажем где-то там есть какая-то кома родинка да вы вокруг родинки померили значение и увидели что она вас там единиц там 1800 2000 единиц а внешне ничего не видно ну разумеется что согласно постановление минздрава чтобы определить что такое злокачественного опухоль нужно что сделать взять биоматериал и провести исследование только тогда можно сказать точно что это вот хотя понятно сказать что уже во всем мире все понимают что вот импедансные технологии кроме применяем они уже позволяют определить на ранней стадии что случилось с нашим организмом точнее сказать с органом вот ну что нужно еще отметить что наш прибор он безопасен почему потому что во первых он электрически изолирован сказать вот тело пациента нужно только прикосновение тарас второе излучаемая скать мощность она очень маленькая это один микроватт а частота на которой работы прибор то вообще 6 примерно килогерц то есть это практически вот как вот звуковые волны ну соответственно сказать это вот позволяет сказать что прибор безопасен но кроме наших слов мы проводили исследования независимых лабораториях которые подтвердили искать его его безопасность как по форме то совместимости так и по различным скотином там бактериям скотин ну и так далее то есть вот санитарным норма то есть такие документы которые существуют ну и самое главное то что начали мы искать с рака молочной железы потом оказалось что прибор вообще-то позволяет найти любую искать доброкачественного злокачественного в теле человека достаточно в предполагаемом месте прикоснуться скажем к шее там да либо височная область да вот и посмотреть какие показания прибора если вы видите что показания вот отличается существенно от соседних властей то значит это проблема у вас есть организме нужно обратиться медицинской помощью да вот я хотел сказать значит смотрите дорогие друзья то есть на практике что и как вернее можно пользоваться прибором предположим вы что-то предполагаете что-то почувствовали не дай бог ну просто и хотите проверить а вот вы прибором ну по инструкции будет прибор идет инструкция естественно зоны так сказать куда вы подносите ну скажем вот этот щуп значит вы уже обследуете можно чаще это там нет жестких правил что прям надо миллиметр там от солнечной сплетения налево направо нет понятно область печени или поджелудочной железы или вот там где у вас болит что-то тянет или просто на всякий случай просто вот вы например перфекционист вы хотите раз там в две недели себя обследовать безопасно но не будете же выходить на мрт кт и прочие так сказать опасные исследования которые только до безысходности люди делают правильно делают когда это необходимо тут что делать а здесь вы можете произвести сами эти если и вот если все в порядке все хорошо а если есть отклонение например плюс 200 300 единиц что говорит о том что ну вот онкология скорее всего тогда бегите проверяться уже делать точные исследования все медицинские к врачу и так далее и дальше уже принимаются решения по но соответственно лечению дорогие друзья если вы захотите прибор этот приобрести диагностический то тогда ссылка будет в описании прямо под этим видео наперед скажу что в любую точку россии и любую страну мира мы отправляем эти приборы как собственно любые наши приборы товары продукты ну еще здесь важно подчеркнуть что вот некоторые люди которые за границей находятся бояться заказывать потому что они не могут оплатить хочу сказать сразу несмотря на то что платежные системы многие для оплаты в россию чего бы то ни было закрыты из-за границы из европы сша но вы не волнуйтесь вы просто оплатите человеку нашему в европу мы это учтем и просто отправляем вам ваши любые заказы но хочу предупредить что вы просто единственное проверьте что почта россии вашей стране работает например в германию с сша израиль там и так далее мы отправляем легко в корею там и так далее а есть страны которые запретили при австралии дании почту россии закрыли тогда делается по-другому вы просто найдите какого-то знакомого в другой стране не в россии в том же казахстане или там где еще и оттуда тогда вам просто отправят мы туда переправим вам отправят оттуда то есть все можно обойти все можно придумать но любые их подлости и хитрости все что по сути направлено против простого человека всегда есть то что можно противопоставить придумать вот так что это не беда просто оформляйте заказ с вами связывается менеджер и потом уже дело техники у меня сразу скажу на канале вдруг новые зрители будут смотреть это видео есть очень много видео по онкологии и по доброкачественным опухолям вы обязательно найдите посмотреть самая главная лекция общие принципы лечения онкологии второе по значимости это сахар и рак ну и прочие видео потому что ссылки я дам сразу под этим видео чтобы вы не искали для удобства вот тогда вы будете знать всю теоретическую базу и знать что делать тогда но ведь обследование это важно особенно на ранних стадиях это вообще чудо что появился такой прибор ну то есть это прекрасно у меня вот сразу в этой связи вопросы ну которые зададут некоторые люди ну давайте я сразу даже скажу мы вчера на эту тему общались а просто коротко поясню почему же прибор как медицинский не был зарегистрирован именно как медицинский во первых все для того чтобы зарегистрировать прибор как медицинское изделие прибор медицинский было сделано ну это примерно два с половиной миллиона рублей если они точно меня поправят было отдано на все исследования испытания все как положено но к сожалению у нас в стране еще есть в этом такие серьезные проблемы чтобы добиться за сертифицировать хотя все на это права и так сказать исследования были сделаны попросили 100 миллионов рублей скажем так на это сами понимаете это мало кто себе может позволить то есть крупные корпорации которые собственно и содержат вообще эту систему по сути видимо не нужен для клиник такой прибор но онкологи отдельно взятые как организации так сказать вот проводили эти исследования пользовались и в ста процентных случаях подтверждался тот диагноз который показывал но при вернее прибор показывает в конкретном месте что есть воспалительный процесс если это в положительную сторону плюс от 1600 1800 2000 и более это онкологии если это скажем 1400 ниже это какая-то доброкачественную опухоль причем измеряется не только в мягких тканях мы вчера об этом говорили и даже было продемонстрировано а даже если в киста в головном мозге сейчас очень многих кистов головном мозге очень многих люди просто об этом не знают но вот например кто попадает в аварию или там падает в обморок ну допустим сотрясение мозга ему обязательно мрт делают проверяют и вот тогда часто у людей находят кисты и вот прибор это показывает также так что вот имейте это ввиду ну два момента по выявлению найти нам удалось сказать провести вот под руководством вечера обследование сказать больных примерно 120 человек вот ну это будем так говорить до клинические испытания которые спать не имеет вот официального документа в то же время нам удалось провести обследование на животных это коровы и телята нам удалось под руководством академика глюкина обследовать сказать несколько стад коров чем коров они штам каждый квартал у них берет кровь и химическим анализ ведь определяет больные ли здоровые коровы а мы своим прибором точнее мы сами а два студента из ветеринарной академии они эти стадо обследовали буквально за 40 минут по 180 голов построили кривые вот и определили вот это больные это здоровые это все удивительно совпало с тем что было следовать химическим исследованиями скажите пожалуйста а вот те 120 человек на которых проводились доклинические исследования там было тоже стопроцентное попадание там было не тоже попадание там показывал то что считал что человек уже вылечился а прибор показывал что нет в нем еще осталось явление вот и потом как оказывалось через два-три месяца рецидив появлялся вот это вот к сожалению такой момент был даже так ну вот почему я всегда говорю зрителям своим что вот если все все исследования анализы да онкомаркеры там и прочее искать анализы и мрт все показывает все в порядке все человек вроде вылечился то необходимо обязательно еще несколько месяцев продолжать лечение ну там сменив курс это уже там надо смотреть вот а потом и эта медицина официальная также совершенно говорит человек несколько лет наблюдается и так сказать смотрит то что рецидивы они часто бывают но ведь тут что важно убрать первопричины и причины но эта тема отдельная об этом мои другие лекции здесь сейчас мы говорим только выявление это ведь очень важно и чем раньше человек выявит проблему тем легче с ней справиться в любом случае так что вот как говорится есть пословица предупрежден вооружен но вот можно тут такую пословицу и поставить так отлично значит мы поняли что данный прибор выявляет в том числе на ранних стадиях и даже тогда когда вроде бы после лечения рак отступил если остаются эти процессы то есть глубинные воспалительные процессы то есть онкогенные процессы или образование доброкачественных развития опухолей то это фиксируется прибором ну и тогда соответственно человек уже дальше действует со знанием дела для этого прибора есть так я понимаю программа программа идет к комплекту то есть человек покупающий прибор он получает что соответственно сам прибор щуп вот этот разъем usb который подключается уже к ноутбуку либо через там переходник смартфону ну и программу который естественно скачивается когда человек делает покупку сказать а как каковы принципы вообще определения то есть на в чем лежит основа вот измерения я поясню дело в том что так устроена наша сказать клеточка наших тканей что есть такое понятие диетическая проницаемость клетки показывает во сколько раз ослабляется внешне это монетное поле внутри самой клетки так вот если это поле имеет частоты там 2 5 10 килогерц то поле ослабляется до миллиона раз то есть так наш организм защищается от сильных воздействий но к сожалению с повышением частоты это способность падает скажем когда мегагерцы уже практически не ослабляется поле проникает внутри клетки и вот наш прибор он показывает как обменивается сказать излучаемая энергия нашего датчика прибора с нашим телом в данной каретной точке и вот измеряя эту величину поглощение и обратной сказать отдачи этой энергии вот к датчику мы измеряем сказать вот это самую мощность излучения которая способна тело поглотить и отсюда считаем проводимость надо сказать что мы замеряем только реактивную составляющую потому что именно она определяется диетической проницаемостью клеток вот в этом особенность нашего прибора такой у меня вопрос есть а вот почему именно начали с исследования рака именно молочной железы ну скажем так вот вообще говоря инициатором то инициатором изначально нас попросили сказать определить параметры кожи лица знакомые искать вот женщина говорит вот знаете я косметолог говорит не очень интересно применяем разный крем хороший или плохо он как определить вот одно дело слова другой и нужны кита реальные показатели и вот начали с того что попытались создать прибор который бы мог различать состояние кожи человека до после нанесения того или иного крема ну и уж так получилось сказать что хорошо сказать у женщины искать ведь не только сказать это смотрит к кожу лица да ну декольте глубокое да у некоторых женщин вот им тоже хочется сказать чтобы было красиво и выглядела грудь а может у вас прибор вообще-то сказать посмотреть параметры груди сказать попробуем это все и началось и у женщины значит была случайно таким образом обнаружена фиброма дальше стали изучать ну и вот как говорится дальше уже дело техники понятно значит и вот в этих исследованиях вернее неправильно создание прибора принимал участие вы говорите кто главный инженер завода бывшего которые уничтожили орджоникизы да да борис николаевич беляев хорошо ну что наверное есть что-то еще сказать или все в принципе хотел бы такой аспект сказать что очень важна есть такая возможность наблюдать как какое-либо лекарство то есть терапия влияет на ваш организм то есть вот если вы свой больной орган измеряете до приема лекарства и после приема лекарства то вы можете увидеть реакцию вашего организма что он повышается это значение проводимостью уменьшается то есть вообще если реакция вашего организма на прием того или иного лекарства либо на ту или иную терапию тот же массаж и так далее это очень интересный момент хорошо тогда допустим так человек если подходить к серьезно должен по идее вести дневник где он записывает например то что он принимает какие процедуры он делает и писать параметры как они меняются например если видят улучшение как они меняются за неделю месяц там и так далее и тогда на основании этих ну таких личных записей можно уже и аналитические выкладки какие-то дальнейшем делать ну и с вашим лечащим врачом как это сейчас говорится и надо говорить или так сказать неважно со специалистом скажем так ну хорошо это тоже важный момент да как вести записи смотрите у нас программе предусмотрено введение карточки пациента где можете записать параметры измерения что измеряли когда измеряли и ваше самочувствие это все предусмотрено на программе для компьютера для windows это все можно сделать понятно очень хорошо очень хорошо только единственно видите только для windows а если у кого-то ну эпплом пользуется макинтош ну пока мы еще к сожалению не разработали это вот для android для смартфонов да у нас хоть есть возможность делать фотографию снимка вашего измерения да дорогие товарищи очень важно подчеркнуть здесь что на данный момент времени прибор работает в программе windows то есть должен быть установлен на компьютере но вот пока к сожалению эппловских программ здесь нет совместимости над этим специалисты сейчас работают прибор менять не надо просто программа когда будет сделано она просто подойдет будет вам отослана но дело в том что на даже эппловские компьютеры можно поставить windows тоже и тогда просто переключаясь на эту программу можно будет проводить эти измерения ну для смартфонов как уже было сказано только для андроидов вот это важно подчеркнуть применимая то есть совместимость если эппловские то соответственно пока нет ну вот это единственное что надо было сказать когда вот как говорится о противопоказаниях когда говоря о каком-то препарате это тоже своеобразное ну предупреждение противопоказаний кстати здесь нет никаких потому что вот недаром было вам подчеркнуто что очень малые токи мощности то есть сверх малые которые естественно ни на что не влияют грубо говоря один звонок по телефону сотовому в тысячи раз так сказать влияет воздействует больше негативно так что здесь мы говорим о нулевом воздействии в плане отрицательного его воздействия ну пожалуй все да теперь про долговечность мы вчера об этом говорили поэтому сейчас вспомнил я скажу что в принципе ломаться здесь нечему там и поэтому я не знаю срок прибора ограничен наверное его механической поломкой верно я поняла только только механическая поломка то есть вот и все он маленький компактный брать его с собой удобно это пакте фактически что провод вот эта колбочка как ну пять авторучек вместе сложить и вот получается диаметр и этого прибора да так сказать 20 миллиметров диаметр для нас 125 миллиметров до 12 половиной сантиметров и буквально там на 20 сантиметров диаметре вот собственно и все ну что ж тогда я думаю на этом мы и закончим я думаю сделаем так что если у людей будут какие-то вопросы принципиальные о которых по какой-то причине вы не рассказали мы с вами не обсудили то тогда ответим на эти вопросы в последующем так сказать будет отдельное видео а так я на этом предлагаю на сегодня закончить вот валерий константинович я вас благодарю значит за эту запись за связь и давайте что называется начинаем мы сотрудничать с вами поэтому вот теперь любые наши все зрители могут приобрести значит у нас это в магазине ну и еще раз скажу что в любые города россии мы отправляем любые страны мира естественно во все страны бывшего снг ну в общем куда угодно так что проблемы здесь не будет почитайте подробнее описание под товаром ну и собственно говоря принимайте для себя решение я лично советую я очень доволен что есть такой прибор который все-таки видите всегда опасно как бы так даже теоретически говорить вот вроде неправильно сто процентов но я много раз спрашивал валерий константинович и вчера когда мы лично с ним встречались и вот сейчас до записи все-таки вот можно говорить о стопроцентной так сказать вот точности определения он сказал вот что все что мы изучали и когда исследовали и людей вот и животных это было в итоге после проверок стопроцентная точность ну вот видите так что это действительно тогда так сказать ну просто необходимая вещь тем более стоит не миллиона там в 30 грубо говоря 35 раз меньше поэтому каждый практически че слушайте что значит каждый если у человека есть смартфон он дороже стоит средний смартфон стоит дороже этого прибора тут я даже я не знаю впрочем конечно выбор за каждым человеком навязывать здесь глупо и неправильно касаемо по крайне мере такого прибора пусть каждый человек взвесит холодно трезво нужен этот прибор ему или нет если нужен обращайтесь ну вот собственно так будет правильно но на этом пожалуй все на сегодня дорогие друзья я с вами на сегодня прощаюсь и соответственно благодарю еще раз нашего гостя ну что ж всего хорошего спасибо до свидания